Димаш Кудайберген избран послом доброй воли съезда лидеров мировых и традиционных религий. Новый статус певец обрел в ходе 22 заседания секретариата съезда под председателем спикера Сената парламента Маулина Ашимбаева. Оно прошло в Астане. Сегодня во Дворце мира и согласия собрались представители духовенства и международных организаций с 19 стран, чтобы вместе обсудить вызовы современности. Бигжигат, Сиркпай продолжит. Приветствуя участников, Маулина Ашимбаев подчеркнул, что за 20 лет съезд лидеров стал важной платформой для укрепления духовных связей между народами и религиями, а также решения глобальных проблем. Руководитель секретариата также особо отметил, что современные глобальные вызовы взаимосвязаны, а рост геополитических конфликтов наносит серьезный ущерб мирному населению и подрывает международные достижения. За последние несколько лет человечество столкнулось с беспрецедентными вызовами. Сегодня мир находится в ситуации, когда все текущие глобальные вызовы и угрозы переплетены, взаимосвязаны и усиливают друг друга. Сегодня возрастает значение духовной дипломатии. Как отметил президент Казахстана Касымжамар Кемелович Токаев, сейчас, когда мир продолжает оставаться в состоянии политической неопределенности, как никогда необходим мост сближения между культурами и цивилизациями. Поэтому считаем, что важное значение имеет развитие таких диалоговых площадок, как съезд лидеров мировых и традиционных религий. Руководитель секретариата рассказал о новых инициативах в рамках работы съезда. Так будет учреден институт послов доброй воли съезда для продвижения духовных и нравственных ценностей. Статус посла съезда лидеров мировых и традиционных религий получил Димаш Кудайберген. Он, а также представители Вьетнама, Иерусалима, Мусульманского совета старейшин и англиканской общины будут продвигать дипломатию нравственности и духовности. Еще одной важной инициативой в рамках концепции развития съезда является проведение форума молодых религиозных лидеров, где представители различных конфессий, ученые и общественные деятели обсудят роль молодежи в укреплении межрелигиозного диалога и развития мира. Вовлечение молодых лидеров в деятельность съезда станет залогом сохранения традиции и преемственности межцивилизационного и межрелигиозного диалога. Уже завтра молодые представители различных конфессий, международных и общественных организаций, перспективные ученые и политики соберутся в Астане, чтобы обсудить роль молодых лидеров в гармоничном развитии современного мира. Первый заместитель Министерства иностранных дел Казахстана также выступил на заседании, отмечая, что Казахстан активно участвует в международных инициативах и в решении мировых проблем. Как дома, так и на мировой арене Казахстан и его народ решительно настроены на построение мирного, процветающего и устойчивого будущего. В основе этой миссии лежит наша непоколебимая преданность межэтнической и межрелигиозной гармонии, воплощающей наши общие стремления к человечеству. В свою очередь высокие гости поблагодарили и высоко оценили работу, проводимую Казахстаном, по продвижению таких ценностей, как толерантность и согласие. Благодарен Казахстану за усилия. Я уверен, что этот секретариат достигнет своих целей благодаря большому количеству исследований и лучшему планированию, и что встречи и презентации пройдут успешно. Очень важно, что рабочая группа при поддержке правительства Казахстана продолжает работать на хорошем уровне. Сегодняшнее 22-е заседание секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане стало важным шагом в развитии международного диалога. А Казахстан продолжает играть ключевую роль в укреплении межрелигиозного сотрудничества и понимания на глобальном уровне, собирая за одним столом представителей различных конфессий для обсуждения важных вопросов мирового значения. Бигжигит Серегвай, Ярнур Карелов, Астана Таймс.